Всем привет и слава Украине! Передача «Новости Сокоргаза» продолжает свою работу. С вами я, Ела Васадзе, и сегодня у нас традиционно все будет Украина с хорошо знакомым и любимым нами Романом Симбаляковым. Приветствую, Ром, очень рад вас видеть. Ела, здравствуйте! Сокортвелл из до Украины Гаумар Джос, что в переводе, ну, практически героем славы. Ром, интересная была неделя, причем я всегда говорю, что когда мы берем недельный обзор, то мы часто забываем то, что было вот дней пять назад. Нам это кажется очень далеким. А между тем, на этой неделе, на прошедшей неделе, были удары по Москве. Москва-Сити, это все было на прошлой неделе. Представляете? Покажется, как давно это было. Действительно, это потрясающе. Вот потрясающие удары по Москве. Само по себе потрясающие. Я имею в виду, как по-другому начало течь время. То есть, я не знаю, разделяет ли эту опцию наши зрители. И это связано не с возрастом. А то тут сейчас некоторые скажут, тут два пердона собралось. Но иногда... Да, но я имею в виду, что то, что вот событие, которое, с которым ты столкнулся с утра, вечером, оно кажется уже настолько далеким. И если мы говорим про удары по Москве, то, конечно же, это было... Это, во-первых, колоссальное достижение и украинской военно-технической мысли, и крутой результат. Еще раз, в игру, которая называется «Война», можно играть вместе. И мы это делаем. И да, это, кажется, было очень-очень давно. И если уже говорить об этом, то у нас же ситуация, она же такая комплексная. Мы же не только по Москве фигачим. Мы фигачим по военным объектам, которые ранее были недосягаемы. По военным кораблям, по... Вот там вот этот вот танкер СИК. почти как ЗИК. Это отдельная тема, которую мы... Да-да-да. Да-да-да. Но я просто к тому, что там начали орать, ой, гражданское судоходство. Во-первых, это корабль обеспечения ЧФРФ, это первое, которое обеспечивает сирийскую группировку. А там, где сирийская, там и крымская. Вот. И это тоже, кажется, что это уже было достаточно давно. Потому что последняя новость, она то, что начали хворать массово мосты на оккупированных территориях. Ну и, да, и россияне тоже наносят тут страшнейшие удары. И это все смерть, смерть и смерть. Вот Карлсоны к ним, украинские Карлсоны к ним будут прилетать, и это уже очевидно, и они уже об этом знают. Кстати, очень интересно, Песков сказал, что они подумали, ну а что вы хотите, мы делаем все, что можем. То есть он практически признал свое бессилие. Хотя в свое время, в этот период детства, молодости, нам внушали, нам еще тогда был Советский Союз, что в Москве система «Три кольца». Вот все города Советского Союза пострадают в случае ядерной войны. А вот Москву защитят, и потом вот Москву защищают. Ну, я не знаю, какая у них там была система «Три кольца», но беспилотники Карлсоны, они летят и влетают в окно только так. Причем влетел в окно Министерства экономики и Карлсон без боезаряда. Он просто влетел и взорвался там, показав, что, ребята, а мы мать вам. Мы мать вам еще не то. Точно без боезаряда. Я к тому, что одни БПЛА, сколько там, до 20 килограммов взрывчатки, свалить башню Федерации достаточно проблематично, но пошатать башню можно. Ну, а далее как бы… Несколько раз же влетало. Вот один из которых в Министерство экономики именно влетело, он летел без боезаряда, просто показали, что мы морем. И, ну, там, где-то в каком-то выгорело, ну, от пожара, это естественно. Меня немножко не то, чтобы удивило, удивить меня можно только приятным уже давным-давно, а меня криво улыбнуло заявление вдруг, заявление из ООН, которое прозвучало, что, типа того, стороны должны воздерживаться от атаки на гражданские объекты. Но Министерство экономики – это не гражданские объекты, это раз. А во-вторых, ну, если бы ООН делала бы заявление каждый раз, когда атакуют гражданские объекты, даже без учета атак на гражданские объекты на линии фронта, я имею в виду за линии фронта, тогда бы они делали бы, не переставая все. Но таких заявлений нет. То без учета вчерашнего дня… Гела, так а почему? Ну, потому что убивать украинцев – это уже вроде как не новость, и делать заявление поэтому скучно. А когда прилетают в Москву, то это пока еще новость. Но ничего, наступит момент, когда это тоже перестанет быть новостью, и все скажут, ну, а чего? Ну, и плюс, если уже говорить про ООН, там же есть фамилия у этого человека и кто он. Он не представляет эту организацию, и вообще сама организация объединенных наций, она немножко сложнее устроена. Если у тебя есть пропуск в это большое здание в Нью-Йорке, это не значит, что ты говоришь от имени ООН. Поэтому я сказал «избоу». Звучало «избоу». Вот важный момент. Ну, про прощение, не считая вчерашнего дня и сегодняшней ночи, 65 ракет, 178 ударных тронов, из них 87 шакетов. Это информация президента. Поэтому за одну неделю. Поэтому о чем идет речь? О чем можно говорить? И дело, вот тут вот как раз этот вопрос. А где этот представитель сраный из ООН? Где он? Где его язык? В каком месте ниже спины? Где он? Я что-то его не вижу и не слышу. Поэтому, ну, слушайте, там есть еще вся эта масса вот этих вот организаций, которые за мир во всем мире. Типа «Human Stress Watch» и так далее. Ну, давайте я... Они есть, есть они, есть мы, есть враг. Тут, по-моему, все четко и ясно. И Чельчилль, по-моему, сказал, если кидать камень в каждую собаку, которая на тебя ловит, то ты не пройдешь путь. Ни в коем случае не править, неуважаемая организация. Но так просто вспомнилось. Я думаю, что в нашем случае надо цели четко сегментировать. И просто собак не хочется обижать. Конечно. Собаки тут ни при чем. В войне все очень просто. Убивая врагов и наносить удары по гражданской инфраструктуре, как делают россияне, это как минимум нецелесообразно с военной точки зрения. Ну, просто, да, да, да. Это не добавляет решению главного вопроса. Поэтому нам надо убивать российских солдат. Ну, и офицеров, и генералов. Ну, и бункера это касается в том числе. Генералов лучше, а про собак это не мы, это Черчилль, поэтому по зрителям нас простят, если что. Поймут правильно. Ну, и вот к войне на море. Я бы сказал так, что, да, это очень здорово, что начали наносить такие удары, но здесь опять коренное изменение ситуации. Впервые правильно сказал о том, что шесть парков российских являются небезопасными для судоходства. и показали это. И показали это. То есть до недавнего времени было абсолютно очевидно, что вот Россия, Россия можно, потому что она может. Среди друг оказалось, что и Украине можно, потому что может. В итоге, что мы имеем? Какую картину мы имеем? Опять играем в четыре руки? Только Украина играет лучше? Ну, насчет лучшей я бы... Хорошо, более эффектно. Так вот, вы же понимаете, Гела, тут надо продолжать. Вот и все. Это же, понимаете, это как с ударами по Москве. Единичными такими действиями война не выигрывается. Но то, что никто им Черное море не отдаст, это ясно и понятно. И еще вопрос, кто больше потеряет на этом. Ведь вот это вот объявление этих шести портов, в первую очередь, самой важной там Новороссийской зоной боевых действий, это включает включает вот этот вот режим страховки, стоимость суден, проход в это суда. Если они объявили опасными наши порты, то мы сделали аналогичную ситуацию. Поэтому российские военные корабли надо уничтожать вместе с командами. Это вообще понятно. Там в части танкеров тут надо подумать хорошенько, чтобы, ну, во-первых, если разольется нефть, то Грета отвернется от Украины. Потому что и Грете, и многим таким людям, им рыбы важнее людей. Может быть, они имеют право на такое мнение. Но обычно, когда люди сами сталкиваются с такой ситуацией, как мы, то все равно жизнь человека ставится выше. Вот. И плюс колебания цен на нефть, не факт, что это пойдет глобально нам на пользу, потому что это, ну, мир глобальный, и тут надо все время думать в этой части. А зерновозы надо с украинским зерном, которое они украли, топить надо вообще даже без каких-либо тут этих мыслей. Вместе с командами, потому что рыбы, чтобы они росли жирными и большими, они должны есть не только зерно, но и моряков российских. Ну, по сути дела, получается такая картина, что Украина уже ответила на отказ России о зерновоззелях. Что касается нефти, нефть же является главным российским экспортным товаром. Все почему-то говорят о газе. газ это такой синтетивный товар, а нефть это то, с чего бабло они получают. Большую часть бабла не всегда получали одни. Да. Поэтому тут очевидно, но как причудливо действительно тасуется колонокар, Россия сама себя загнала в руку. Ну, вот, если бы была бы только Грузия, не было Украины, понятно, Россия бы чувствовала более-менее комфортно. Но вот если бы не было бы Украины, была бы Грузия, тогда Россия себя бы чувствовала комфортно, если бы не было бы конфликта в Украине, она себя и чувствовала комфортно, кто тогда что вспоминал. А тут получается еще и обратно. Новороссийск сам по себе он так или иначе закроется. Закроется, во-первых, он под санкциями. Ну, а во-вторых, даже вот от серого флота очень серьезно возрастут. Как минимум, издержки уже возрасти, издержки, потому что страховщики понимают, что когда судно может получить в борт небольшую пробоину беспилотную. 2 на 2 метра. Учитывая размеры судна, ну, 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 небольшую. Небольшую пробоину. С этим судном уже ничего нельзя сделать, только в сухой док, а сухих док, насколько я понимаю, в России маловато. Это первый момент. И вот, значит, на протяжении 15 лет Россия блокировала через свою агентуру, через все построили борт-анакли. Это аналог и конкурент на врасильском. Россия не шла ни на какие, ну, оккупированной территории, поэтому ни о какой железной дороге через Абхазию речи не идет. И вот сейчас они вдруг заговорили о том, что, ребята, давайте откроем все дороги. Есть такой Денис Гончар, и мы с моими друзьями прикалываемся, у нас есть, у меня есть близкий друг Миша Гончар, Центр стратегии 21. Замечательный человек, блестящий эксперт, абсолютно, и так далее. И вот мы говорим, вот плохой Гончар, есть вот этот, Денис, не путать с этим, он ему даже не одна памилина. Так вот, он заявил, что давайте, говорит, грань все дороги, и надеются они на то, что откроется она, и вот так вот они спокойненько перенаправят все грузы. но я очень сильно надеюсь, что обломится, прежде всего прочего. Это вариант года 3-4 именно это потребуется. А вывозите... Подождите, я не понял, речь идет о дороге через Абхазию? Да, да, они не просто через Абхазию, они хотят открыть, чтобы Грузия открыла дороги через Абхазию, как автомобильную, так и железную, а еще через Хинваль, чтобы открыть вода. То есть, речь идет о полном унижении грузинского народа и грузинского государства. То есть, причалить к русскому кораблю было недостаточно. То есть, это я так на будущее моделирую возможности. Ну, я скажу так, что у них в планах, что они хотят? Они говорят следующее. Ребят, вас все равно обвиняют в том, что пророссийские. Так станьте пророссийскими. Давайте на практике что-нибудь сделаем. А не вот эти все кораблики, самолетики и так далее. Вот на практике. Вот на практике это стратегическая штука. И я тут боюсь, что у меня для российских товарищей плохие новости. Потому что, да, сегодня в Грузии и политическая, и политическая ситуация достаточно устойчивая. Но после вот такого, все это превосознают, она перестанет быть устойчивой. И все это видели. Это даже незаконно были на агентах. Это гораздо хуже. И власти это прекрасно понимают. Тем не менее, русские будут пытаться пробить, потому что для них это очень важно. Для них важно почему? Если они это пробьют, вдруг, не дай бог, конечно, получится, что им не нужен абсолютно мир между Азербайджаном и Армией. Они могут поддерживать там войны. Им не нужны никакие... Вот у них будут три коридора. Причем один железнодорожный. Для связи с Турцией, для связи с Ираном. А это для них самое важное. Но я же говорю тут, они сами сделали так, чтобы этого никогда не случилось. Поэтому этого никогда не случится. Я абсолютно уверен. Кстати, у нас сейчас с 2008 года столько лет прошло. Как раз 7 августа российские войска на самом деле вот эти споры, когда начались не споры, а вот это Грузии говорят 7 августа, говорили эти власти говорят 8 уже. А в России говорили 8 августа, но на самом-то деле они не имеют значения, потому что военные действия Россия начала гораздо раньше. 4 августа отбили в Джавский район войска российские. Я спрашиваю. Гела, давайте просто напомним, у нас в Украине далеко не все это помнят, потому что перед Москвой моя последняя командировка была как раз в Грузии, вот в районе 2008 года. Так я же контекст очень хорошо помню. Вот если почитать новости, просто информагентств, значит, линия разграничения или линия фронта, значит, уровень боев, которые продолжались там, за последние, это же шло по экспоненте, все выше и выше. как это, как говорил наш президент перед избранием, постреливали немножко и до вот этих временных дат, которые вы назначили, и война, она не началась вот так вот раз, и все, и мы воюем. Это было целенаправленное движение российского государства. Они шли на эскалацию войны, конфликта. Они этого добились, это правда. Настолько подстреливали, что два грузинских села, это до 8 августа все было, стерли с Львови. Конечно. Я уж об этом и говорю. Просто стерли с Львови, кроме всего прочего, да, с июля месяца, с второй половины июля они начали активное боевое действие. Вот о комиссии Катальявини, когда идет речь, да, когда начали говорить о том, что комиссия Катальявини сказала, что Грузия начала боевое действие. Да ничего подобного. Люди не считали доклад Львови. У нее было очень хитро по-изруйски написано. Активные, активную фазу боевых действий начала Грузия. То есть, когда уничтожались эти села, это не было активно. Когда убивали, у нас шесть миротворцев, а у них был татус миротворцев, миротворческого батальяна, были убиты до 8 августа. Шестеро. Но это, конечно же, не считается. И так далее. Конечно же, не считается, потому что в сознании этих вот многих европейцев, которые пишут документы по стандарту Би-Би-Би-Си. Это называется, в журнализме нас такому говну учили, когда надо, чтобы две стороны было. То есть, если вот зафиксировалось 8.08, то, что было перед этим, никого не интересует уже. Ну, так не пойдет, ребята. И еще раз, вот эти вот, частенько этим страдают вот эти вот левые организации на Западе, которые очень сильно страдают от капитализма на Западе и борются за права всех и вся, и почему-то частенько получают и бабки из России, и ничего не зная о России, они думают, что там интереснее и лучше. Но, ну, слушайте, количество тупых на планете всегда было очень большим, даже с высшим образованием. Нет, там доходит до маразма. То есть, Международный уголовный суд признает вину России, ответственность России и так далее, но только после 8 августа. До 8 августа, типа того, ну, шахтеры, трактористы, как у вас, так и у нас. Был это все. Хотя там были регулярные российские войска. Вот так вот. Я вообще думаю, что эта война, она, конечно же, жертва, конечно же, ужас, конечно же, бомбардировки городов по масштабам не сопоставима с Украиной. Ну, один день, можно сказать, войны в Украине, то один день войны в Украине иногда бывает больше, чем то, что было в Грузии. Ну, и масштабы в Грузии, конечно же, поменьше, чем в Украине. Нет, дело, давайте тут проговорим, это же важно. То есть, если ложится большой кремлевский прибор на правила и международное право, ну, так о чем тогда говорить? То есть, размер трагедии может быть разный, но последствия, как это, основа всегда одна. Ну, в данном случае российский нацизм. И тут еще один очень важный момент, который я хочу подчеркнуть. Смотрите, на самом-то деле, если бы тогда была бы реакция миллиардного сообщества, реакция тех же Соединенных Штатов, коллективного Запада и так далее, ну, хотя бы на 10% от того, что есть сейчас, на 10%, никогда бы не было буквально войны. и все эти люди остались в душе. Другого западного мира у нас нет. Поэтому, опять же, суровая реальность, с которой приходится считаться. Да, увы, другого западного мира у нас нет, хотя, когда говорят про западный мир, я всегда помню, что 66,2 миллиарда долларов за годы, уже годы с лишним войны Соединенные Штаты оказали помощь в Украине. Конечно же, это надо оценить. Дело не просто оценить, давайте скажем так, прямо без участия США в том виде, как они участвуют, а они участвуют в первую очередь в создании антироссийской коалиции, нас тут уже перевешали бы всех давно. Давайте, ну, еще раз, это факт, это математический факт, у нас тут ни боеприпасов уже не было бы, ни артиллерии не было, слушайте, я тут военную тайну вам открою, значит, я тут с нашими парнями общаюсь, выяснилось, что Украина перестала использовать пистолеты ПМ, в основном у нас там всякие там, глоки, зигзауры, чизеты и так далее. Одна из причин нет патронов в ПМ. Ну, то есть, если учесть, что на этой войне так сильно с пистолетом врагов не стреляли, просто это понимание до какого уровня мы довоевались, тут уже не будет, вот знаете, как он, потому что нет боеприпасов, все с колес. Да, понятно, и что США? США, это США, а тут Германия же проснулась и помогает, и все. Более того, Deutsche Welle писала ряда влиятельных политиков правящей коалиции СДПГ впервые призвали правительство Германии поставить Украине современные немецко-шведские ракеты Таурус. Напоминаю, что это крылатая ракета. То есть, когда мне говорят дадут, не дадут Украине что-то, я всегда говорю дадут все, к сожалению, запаздывают, но а? Дадут все, но не сразу. Я полностью эту вашу позицию разделяю. Ну, это очевидно, даже потому, как начали мосты хворать. Ну, значит, все нормально. В двух словах о мостах. Что касается мостов, вот я когда увидел эту новость по поводу обстрела Чангарского и Генеческого мостов, я подумал, ну, сейчас у Украины и дадут все. Сейчас у Украины достаточно боеприпасов, но нужно больше. А если будет очень больше, в конечном итоге, ну, разрушат эти мосты полностью. Не две ракеты туда полетят, а 20 ракет, и ничего от них не останется, от этих мостов. Потому что ракеты точные. Не два дрона будут бить по Новороссийскому порту или там Керченском проливе, а 20-50 дронов. И все, и на этом войну... А, ну, еще и не забываем наш любимый Крымский мост. Дело, видите, тут у нас же Украф при всей вот этой вот благодарности западному миру есть вот это вот как бы ну, мы же на войне, и нам действительно хочется вот, чтобы это было все вчера. И масса народа, и я в том числе, то есть я могу найти объяснение этому как бы логичное, но внутреннее я все равно с этим не соглашаюсь в том плане, что ребята, вы сюда уже сотни миллиардов инвестированы в эту войну в разных видах, и и надо их добивать. Просто нужно переходить вот качественно к новым систем поражения, которые приведут к уничтожению российских захватчиков без непосредственного столкновения наших парней с орками. Вот этот вопрос, он как бы в украинском обществе остается открытым. То есть, опять же, эти все истории с самолетами, дальнобойными ракетами, и очень смешно, когда российские эксперты рассказывают нам о том, что Запад экономит на Украине на боеприпасах, и эти же люди рассказывают, что они ведут войну с НАТО. То есть, ну там вот, я тут зацитирую, значит, штаты передали 5% от имеющихся установок Хаймарс в Украине, и 2% от установок МЛРС. То есть, это, мол, они так действуют на нас, чтобы мы расстроились и подумали, что нас все предали. Только возникает вопрос, ребята, российские идиоты, вы вообще понимаете, кто против вас? Если вас поставили, извините, за приматураком 5% Хаймарсов, это 20 машин, по-моему, я точную цифру не помню. Наверное, побольше, это не важно. Ну, факт остается фактом, что Ллойд Остин таки прав. Можно лучше и больше. Даже более того, нужно лучше и больше, и нужно лучше и больше не только по части оружия, хотя по части оружия это очень важно, но и по другим частям, потому что понятно, что Москва попав в очень сложное положение, они достаточно креативят. то есть на среднем уровне у них остались люди с мозгами, которые чисто технически работают, ищут выход из ситуации. Один из этих выходов это слово у меня уже паразит, экосистема России. Они выстроили экосистему, экосистему выживания в условиях международной изоляции санкций. И вот тут очень интересно мы на мягких лапах подобрались к встрече в Джинбе в Саудовской Аравии, потому что многие называют, и справедливо называют, это встреча глобального юга с коллективным западом по обсуждению ситуации в Украине. А я бы назвал бы еще эту встречу, встречу, когда коллективный запад объясняет глобальному югу, ребята, вы, конечно же, зарабатывали деньги на этом на всем, но для того, чтобы у вас не было неприятностей, давайте найдем какие-то общие взаимоприимлемые решения, чтобы вы зарабатывали, но не на этом, а на чем-то другом. А России так сильно не помогали. Что вы думаете об этой встрече? Это абсолютно крутая инициатива президента Украины, это очень важно, там вот разные американские газеты пишут о том, что, мол, Украина согласилась на переговоры с Россией до вывода войск, ссылаясь на источники, наши там что-то опровергали, смысл не в американских газетах, а в самом раскладе. Вообще в переговорах нет ничего плохого, так, и переговоры даже с российскими свинка-собачка-триколом, по некоторым опциям они ведутся до сих пор, например, обмен военнопленными. Мы же ведем переговоры, ведем. История как раз она прикольна тем, что вопрос, как бы это сформулировать, вопрос ставится так, что мир, планета, люди разных, с разными подходами их жизни, они начнут рано или поздно все транслировать одну простую вещь. Россия, не валите с Украины, потому что это общая мировая проблема. И то, что на эту встречу приехали такие друзья, как Лихуей из Китая, там была Саудовская Аравия, Австралия, Аргентина, Бахрейн, это я перечисляю только страны, которые не входят в антироссийскую коалицию, Бразилия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Республика Корея, Союз Коморских Островов, США, ООН, и далее со стороны НАТО и Европейского Союза. Я при всем к ним уважении специально их вынес за скобки, потому что их позиция и так понятна. И это мероприятие очень правильное о том, как наладить жизнь на этой планете в рамках взаимного уважения. Мы все хотим зарабатывать, не все обязаны правильно относиться к Украине или любить нас, не все обязаны не зарабатывать на этой войне. Есть масса моментов, которые украинскому уху не понравятся. Но глобальный тренд такой, что россияне валите в Россию и живите там как хотите. И самое главное, видите, все страны, которые приехали на эту встречу в Джуде, простите, в Джиду, они не разделяют посыл Путина мы все в рай, а они все сдохнут. То есть люди хотят созидать, и это главное. Поэтому мы будем исходить из того, что россиян будут далее давить, и им скажут, что навалите с Украиной. Интересно. Интересный рассказ. Там же был Китай, там была Индия, и я пробежался. Я, конечно, смотрю западную прессу, но я периодически смотрю и прессу восточную. Есть такая газета Global Times китайская. Вот она готовя к китайской. Китайская газета. Это же Минджибао только на английском языке. Фактически это газета Центрального комитета по партии Китая. Так вот, очень интересные они там посылы давали, типа того, что, мол, смотрели, глобальный юг, он обеспечил свою дипломатическую стратегическую автономию на фоне украинского кризиса и пошел по серединному пути, чтобы ускорить свое восхождение в качестве новой силы в мировой политике. Это не про себя любимых. Ради Бога, мы же не против. Про себя любимых, они говорят о том, что была война в Украине, это поверхностный конфликт между Россией и Украиной, но на самом деле стратегическая конфронтация между Россией и США. Да, подавленный подход. И, мол, типа, и это самый важный момент, односторонние санкции, введенные против России, США и Запада, привели к серьезной экономической катастрофе для стран третьего мира, то есть для стран глобального юга. С этим совсем можно как бы напрячься, когда они такое пишут. А я бы не напрягался, я бы по-другому посмотрел на это. У ребят серьезная экономическая катастрофа. Кстати, объемы покупок российской нефти снизились до объема довоенных. Ну, трубопроводу можно поставить то, что можно поставить, то, что и было. А оказалось, что через тот самый, поминаемый нами в Суе много раз в Довороссийск, нефть достаточно дорогая получается. Как там за морем говорит подушка копейка, но перевоз дорог. Поэтому китайцы, кстати, как и индийцы, они свое уже взяли в смысле того, на первом этапе пеночки сняли. Ну, а сейчас вот это. Правда, Китай, говорят, там России не было. Ну, Китай там озвучил позицию России. Давайте займем конструктивную позицию и сейчас же прекратим огонь. Ага, шанс. Только шнурки погладим и прекратим огонь. Не заморозим ситуацию. Сразу же там сказали, что не говорите глупости, это заморозить ситуацию вообще. Но китайцы все понимали. Они это сказали. То есть китайцы все прекрасно понимают. А серьезная экономическая катастрофа это разве не сказали? Они сказали. Так китайцам тоже будет надавить на Москву, чтобы они начали делать какие-то жесты доброй воли. ли? Я прекрасно понимаю, что да, у России большие ресурсы. И всегда мне говорили Геал, ну ладно, на нас у них сил всегда хватит. Есть и обратная ситуация. на Россию США и Запад у сил всегда хватит. Дело если учить, что они еще даже не начинали. Я имею ввиду чисто экономические вещи и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что у меня определенный оптимизм от встречи в GDA есть. Кстати, пока я не знаю, может быть будет еще что-нибудь такое аналитическое, но пока что я видел у турок чисто информационно. Просто пошел туда, сделал это, сказал это. Все. То есть такое впечатление, что турки в этой песочнице не хотят играть первую роль, они хотят быть особенными. Но турки есть особенные с зерновой сделки. И я думаю, что продавят турки будут давить на Путина по поводу зерновой сделки, хотя я считаю, что Украине невыгодно, чтобы Россия заключала зерновую сделку. Мне кажется, надо вопрос ставить немножко по-другому оба открытии свободы прохода торговых судов. Вот так надо ставить вопрос. Это что, опять эти собаки, извините, не хочу обижать собак, свинка, собачка, триколора, они будут рыскать по нашим судам, тормозить торговые процессы, блокировать это, когда будут создавать искусственные очереди, они будут заглядывать в гальюны, это я не шучу, смотреть, сколько дизельного топлива и всякого такого. Нафига они нам нужны, эти тут мат-мат-мат временно агрессивные российские соседи. То есть я здесь с вами полностью согласен, вопрос надо ставить по-другому, именно таким образом, что море, оно общее пока, ну а после разрушения Новороссийска, гляди-гляди, может быть что-то по-другому. Не совсем вообще. Ну что, мы с вами прошлись по основным моментам, которые были, в общем-то, думаю, что достаточно у нас есть, скажем так, у нас есть поводы для оптимизма. Только так. Абсолютно верно. Слушайте, если бы, давайте, Гела, вот последняя ремарка. Вообще-то российские оккупанты последний год в обороне. Так, там понятно была у них операция в районе Бахмута, но глобально не в обороне, причем не только на линии фронта, а и по-другим, и в дипломатической, и в экономической, и так далее, и так далее. Везде в абсолютной обороне. Ну, сейчас они в районе Сватова наверху пытаются что-то делать, но именно пытаются, и ничего у них не получается, и ничего не получится. Поэтому все буду Украине. Верим в ЗСУ. и Слава Украине. Героям слава, спасибо, Гела. До встречи на следующей неделе. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня. До встречи. До встречи. До встречи.